у меня начался эфир отец яков ваша голова профессора доля я сейчас ее вижу попробуйте обновить к нам никто еще не подключился но это видео будет висеть поэтому я сейчас скажу что происходит значит сегодня 3 мая 2020 года у меня третий гость в школе павла шевелева и это мне кажется не случайно значит у меня как вы знаете то ко мне подключается каждую неделю я приглашаю другого человека который мне кажется интересен мне и миру и соответственно с ним разговариваю а точнее даю ему сказать что-то важное сегодня у нас в гостях вот один человек подключился ну 12 часов так что школу нельзя опаздывать я учитель в школе был сделан седьмого года по 2019 и самое это раздражающее это конечно извините можно войти в минут 20 от урока здрасте можно войти да нельзя значит у нас гостях в школе павла шевелева священник отец яков кротов а сейчас скажу небольшую воду кто это такой простите меня пожалуйста отец яков что приходится это выслушивать параллельно значит ну это священник православной церкви который рукоположен был отцом александром менем что для истории русской церкви достаточно как бы важная важным маркером является мне кажется это публицист замечательный писатель и человек который заставляет каждый свой текст который он публикует в фейсбуке но я в фейсбуке читаю меня вздрогнуть задуматься и там соотнести свои мысли с этим то что написано это может быть совершенно разная направленность текста и религиозная и общечеловеческая отношение с женой и так далее значит то с чего я хотел бы начать наш разговор отец яков это с того что вот школа павла шевелева это как бы продолжение продолжение традиции или попытка передачи традиции которую я получил от учителей так называемой московской школы школы футемаса как для которых самое главное является пространство листа и пространство там поверхности и наша реакция и что мы с ней делаем значит про вас я хочу рассказать одно из самых сильных впечатлений моей жизни ну правда их было несколько сотен но вот тоже это когда я пришел в офис у савеловского вокзала который снимала церковь отца якова и который при мне даже с моей помощью превратился в сакральное место и это именно то что чем занимаются художники лист никакой и вдруг превращается в какой-то только что это была комната обычная совершенно и вдруг она превратилась в сакральное помещение которое имеет традицию много тысячелетней истории то есть вот этому может быть пещера катакомба храма так далее который наполнен действительно чем-то божественным и чем-то удивительным и совершенно другим и точно так же он превратился в простую комнату через секунду отец яков прокомментируете начнем разговор да да я правда не знаю вот у меня поиспухнет что-то вообще отрубился не перегружается изображение застыл но надеюсь что это только у меня машина для меня лично пространства значит довольно много потому что я например очень плохо помню хронологию событий в том числе своих но я очень хорошо помню жизнь по пространству то есть я очень хорошо помню где последний раз видел того же отца Александра Венея который меня разумеется не руку полагала крестил и венчал но это еще важнее вот я хорошо помню кто где стоит кто где умер и так далее а в отличие наверное довольно многих людей для меня принципиально важно то что апостол Павел называл благопристойность и чинность в молитве и это в основном прежде всего как раз организация пространства поэтому есть вещи на которые я всегда соглашусь например на русский язык были служения я служу по-русски вот но служить скажем лицом к людям я никогда не соглашусь я считаю что это неправильно потому что молится не мы молится а молится Богу поэтому беспокоиться если человек лицом священника это странное беспокойство мы все видим друг другу в затылок это нормально то что вы описываете мне кажется в кино иногда очень хорошо передается вот как в фильме Дон Макомедия сатирической где весы этих хоккеистов раздирают пространство клюшкой и образуется такая как бы образуется прорезь пространства и они туда ныряют я думаю что художник на месте бумаги делает собственно нечто в этом роде да интересно а вот моя мысль что художник это как демиург который только что это была пустота и вдруг он разделяет землю от вверх от низа и создает мир и на самом деле любая художественная картина художественный какой-то акт он там джаконда фильм тарковского это внутренне завершенный организм который не требует чего-то еще одновременно естественно требует но в нем можно жить бесконечно и не может ли художник возобнить себя например творцом с большой рукой художник не должен считать себя творцом потому что творцом является любой человек подозревает даже что и кирпич внесет в себе некоторую творческую иску поэтому гордиться тем что ты творец совершенно не приводится это не делает себя лучше других просто творчество художника оно более броское оно в этом смысле является публичным но творчество повара чуть не менее публично а главное творчество которое происходит действительно в душе во время разговора во время молитвы во время любви это все творческие акты есть одно только обстоятельство которое полезно помнить как в анекдоте про ученого который предлагает богу соревноваться значит каждый берет по пробирке и дальше из материала делает что угодно ну хорошо говорит бог я не возражаю но все таки пробирку то я же сотворил она же из материи а материю сделал я давай каждый будет работать со своим материалом и тогда ученый оказывается на бобах потому что все чем мы располагаем в этом мире все сотворено богом это может показаться как бы унижением человеческого достоинства но мне кажется наоборот бог взял на себя черную работу бог создал нам лист бумаги пространство время восприятие творческий запал и ждет что мы с этим будем делать в этом смысле художник творит не из ничего ну так тем лучше для художника потому что вообще в библии нет учения творения мира из ничего это как бы комментарий уже к книге бытия важно другое что бог не творит мир в порядке борьбы войны как это в языческих мифах где добро побеждает зло и тем самым творит мир бог сказал и все то есть слово божие какое да будет свет все появился свет да будет линия появилась разграничительная линия в этом смысле творчество это очень легкий процесс то что называется вдохновение ну мы конечно периодически тормозим и тогда увы и ах а вот тогда мы уже не столько творцы сколько ремесленники но нормально ну ремесло это совершенно не минус как бы это для меня то есть это наоборот это отдельная сложная тема интересно отец яков а ну начнем к вам перейдем чуть позже например александр мей да ну такая фигура какая-то значимая я помню я о нем услышал в день его смерти я тогда у бабушки и дедушки жил чтобы ехать в 57 школу только что туда я поступил и вдруг утро и вдруг дедушка бабушка ходят такие вот меню убили бери ну все началось там что такое имея ввиду наверное еврейские погромы которые все ждали ну я имею ввиду не все какое-то предчувствие было но я про другой александр мень и искусство он вообще рисовал вдруг у меня ведь сын тогда учился в 57 как это который на кутузовском нет нет 57 школа это на волконке а на волконке у меня учился другой сын помладше погромов ждали две категории людей евреи и погромщики ну да ну все правильно ну и кто-то дождался погромщики то дождались только не в москве ну я твердо убежден по целому ряду рациональных оснований что отца александра убили чекисты может быть через вторые и третьи руки но чекисты это не уникальный случай это ровно то же самое что убийство отца ежи попелюшко в Польше ну такой духовной солидарности это в общем такой типовой случай в этом смысле ничего сессационного отец александр был пиолог по образованию и он учился рисовать потому что это во-первых просто необходимо любому пиологу во-вторых он любил рисовать его соседом по даче ну соседом в каком смысле сельхоз это такое дачное место под лаврой вот был я думаю хорошо всем известный художник Ватагин Ватагин был не только великолепный художник его обычно говорят анималист но по-моему людей он рисовал ничуть не хуже Ватагин еще был ну человек скажем так условно тросов у него были определенные мистические взгляды не христианские ну скажем так человек видел божественную силу в животном мире и отец александр неплохо ристровал во всяком случае намного лучше меня вот но мне кажется что он значительно лучше лепил сохранились его статуэтки животных из глины которые он делал тоже наверное под руководством Ватагин учился и вот они мне кажется интереснее чем его рисунки его было довольно объемным мышлением как художник он скорее копиист вот я думаю вот темно-эритическое мышление визуальное образное оно ему было свойственно в высшей степени то есть он мыслил не абстрактной категории как математики прошу прощения наверное а вот а он мыслил как ну наверное как кинооператор то есть для него была важна не столько плоскость сколько движения я не знаю согласитесь ли вы с этим но это черта людей ну вот педагогического типа я ведь не великий педагог для меня мир это скорее последовательность слайдов как в кино там боевиках со Шварценеггером это всего-навсего комиксы только расположены на ленте а есть Бергман для него мир это движение мир Бергмана нельзя разложить на составные кадры как мир Рафаэля то есть Рафаэльевская Мадонна это не кадр это кинолента искусство как движение и вот восприятие мира как движение оно конечно очень редкое мне кажется и оно очень продуктивное для человека который берется что-то говорить людям ну интересно интересно ну правда ну что значит это движение ну просто движение же ну про Рафаэля я не понял потому что Рафаэль ну то есть это движение взгляда пока взгляда по картине вы имеете ввиду потому что мы про что ну здесь как бы для меня ну что это для меня ну Рафаэль и Рембрандт вот я был в шоке один раз в жизни я был в Флоренции мы пошли в Финции всегда полезно на месте как бы пощупать и мы были в шоке потому что во первых на месте Баттичелли оказался на мой взгляд художником очень плохим и вот перед Баттичелли перед рождением Венеры стоит толпа туристов потому что это вот означено в каталоге все доходишь до конца поворачиваешь там такой подкова где вытянутый букву уйдет и там зайца и зайца висит Рафаэль через отсек висит Рембрандт ну просто убойной силы картины маленький но убойной силы и там вообще не души люди в них проскакивают вот есть линия есть события есть жизнь ну вот вы все-таки преимущественно график а Рафаэль вот вы понимаете то есть ну как сказать вы фотограф в своем роде вот а Рафаэль это кино даже когда это один кадр то есть кадр сделанный Бергманом будет отличаться от кадра сделанного Рембрандта вот движение там и там но движение разное ну я затрудняюсь сказать точнее все правильно я только удивлен как вы дошли до этого до Рембрандта с Рафаэлем потому что я как вошел Джотто как увидел в Уфице так мне с трудом меня оттащили дальше смотреть потому что Джотто который там вот эта Мадонна с Владенцем это конечно как там дальше вообще можно что-то смотреть непонятно но спорные там все это Рафаэль Рембрандт все это отдельные конечно конечно темы которые требуют на месте смотрения а не такое обобщающих слов а вы говорите что а вот что для вас вообще было вот теперь к вам перейдем как человеку выросшему в Советском Союзе в котором ну кроме духовной жизни была еще жизнь художественная вы наверняка ходили на выставки в Советском Союзе что на вас произвело впечатление или как вы сталкивались с искусством в жизни в эллифтрациях может быть ну я был простой советский человек с искусством я не сталкивался но это довольно смешно я ведь был на бульдозерной выставке потому что хотя я был очень молодой значит мне было наверное 14-15 но я всюду очень активно таскался на бульдозерную выставку мы пошли не знаю конечно что она будет бульдозерной кажется с дочкой Мели Краковского которая была чуть меня постарше вот и видел что такое настоящее столкновение с искусством вот это было довольно весело все смеялись по моему вот но я довольно сильно развелся когда появился интернет потому что я собирал иллюстрацию к евангелию и тем самым постепенно уходил все в глубь и в глубь а потом я это дело бросил простите пожалуйста что вы собирали? иллюстрация? иллюстрация к евангелию я у себя на сайте помещал одну евангельскую картинку в день а потом я это бросил ну года три назад и сейчас я прочитаю евангельские темы иллюстрировать светскими какими-то картинами то есть более сложный ассоциативный ряд ну и мне повезло потому что какие-то годы когда были силы и главное были еще деньги благодарение богу мы практически с женой объехали все европейские большие столицы и я был в самых разных музеях мира художественных прежде всего как археолог и историк меня интересовал но и жили кис тоже и я дошел до того что в общем я теперь понимаю что Фрэнсис Бекон лучше чем танцы Эвадор Дали потом очень важно видеть воочию потому что Дали художник хорошо который смотрится на иллюстрациях на репродукциях Руфаэль и вообще любое настоящее искусство на этой продукции пропадает пропадает вот до сих пор честное слово вот и ну я был у великих коллекционеров как Сергей Иванович Григорианц я с ними общался с вами там что-то слушал вот и не могу сказать что я стал намного лучше разбираться в искусстве но во всяком случае я теперь понимаю что главная угроза духовной жизни это не отрицание икон как у многих примитивных скажем так баптистов а это идолопоклонничество перед плохими иконами очень распространенное сегодня началось еще с Евгения Трубецкого сто лет назад с Флоренского то есть вот если есть Троица Рублева то есть Бог но это чепуха Бог есть независимый от Троица Рублева и сводить иконописи искусства к набору приемов к чему-то рациональному это значит подрывать основы жизни а нет жизни нет иконы а жизнь всегда не очень-то предсказуема вот поэтому будущее духовной жизни вы понимаете мы сейчас мы православные верующие и католики тоже мы как коммунисты которые меня часто демонстрируют до карантина под окном я живу прямо вот в ходе этого 95-го года и коммунисты выходят кучка бабок моего возраста и держат поют там магнитофон крутят гимна в исполнении какого-нибудь левитара господи они держат в руках плакаты больших великих мастеров советского плаката они были хорошие плакатисты но это полное ощущение лягушка на бегемоте великий плакат и совершенно ничтожная какая-то личность и я думаю что сейчас вот вера самый страшный кризис огромный багаж прошлого великолепные иконы и религиозная живопись запада и востока и мы на всём этом как лягушка на бегемоте потому что у нас духовный опыт вторичный не соответствует опыту подлинности который может быть с лучку снизу коряво но зато от сердца так и так ну да даже коряво но в нужную сторону то есть это вот когда меня просят там или жалуются что там я не учу рисовать там ну не показываю так провести так так потому что это не нужно нужно понять направление и дальше картинка будет всегда хорошая просто уровень хорошести там будет у фрэнсиса бэкона у тебя и у дюрера разный но это будет разговор об одном а например шилов глазунов и какой-нибудь еще там чего-нибудь и клыков это не относится просто это другое как бы другое развитие другое вообще не то что произведение искусства а другой язык как бы ну даже не язык а ну то есть можно там целовать а можно насиловать ну то есть действия в принципе наверное похоже но есть вообще есть разница я скажу то что в общем банальная вещь но вся суть того что я называю ленинизмом тоталитарного государства заключается в попытке тотальной власти власть которая смотрит это лишает свободы угрессу творчества а вот в результате появляются имитации то есть люди пытаются творить но выходит у них только чучино и в этом смысле ну вот трагедии я даже не знаю Маор Денин ведь их антирелигиозные карикатуры 20-30-х годов это гениальное произведение искусства но они лживые значит средства гениальные а сказано лживо так они вымерли потом пошли люди которые уже и по средствам не гениальные потому что система обучения была сломана вот и в результате Шилов ну я не знаю там напротив Кремля мы что видим дом какого-то художника я сейчас помню Шилова Шилов напротив Боровицкая Шилова Шилова все-таки да а там еще дальше по Волгонке ну в общем какие-то появились нарбатики какие-то имена которые Бурганов Бурханов знаете такого? да Бурганов это причем он мог бы быть хорошим но он плохой это диалектика такая диалектика диалектика потому что он в принципе якобы говорит о том же о том что я там школа якобы Фаворского но без чувства материала без чувства пространства это превращается в ну я при вас не могу это сказать слово в общем спасибо большое вот в общем налицо огромная страна подделка и вы понимаете а ну вот есть те классические подрияры симуляторы нет вот я не согласен к стране вот в смысле если во дворе у каждого растет дерево которое пространственно которое чудо которое распускается и есть люди там там Лукашевкер то есть это просто люди которые ну то есть это уже умерший художник но ну есть ну нельзя сказать вот нельзя мне кажется так говорить что страна там что-то значит дерево во дворе это не страна это природа который останется даже после атомной войны и будет прекрасно Лукашевкер Лукашевкер этого не издеваетесь над Лукашевком нет Лукашевкер Александра Лукашевкер сейчас может у меня окончание сейчас я уточню Лукашевкер извините Александра Лукашевкер посмотрите это обалденно она занималась вышивкой а вот такие маленькие картинки именно сейчас ее копируют современные там художники там но это просто разница как между я не знаю Джотто и мной то есть гроб вы понимаете самые лучшие иллюстрации к евангелию советских авторов или антисоветских лучше сказать и вообще может быть современных которые я за свою жизнь набрал и это иллюстрации Параджанова рисунки Параджанова выполнены шариковой ручкой на носовых платках когда он сидел в тюрьме у статьи за гомосексуальность вот они очень маленькие но носовой платок вот но они абсолютно безукорительны по технике и я думаю что они ну вот они действительно выразительно тут не делают ну тут самое главное еще я их не видел конкретно вот это то что вы говорите но здесь совпадение всего и то что он в тюрьме сидит и то что за гомосексуализм и что он в Советском Союзе и то что это шариковая ручка и носовой платок именно да то есть даже не видя этого всего вот то что я не видел этих конкретно картинок но это уже точное попадание ну я думаю что в тюрьме рисуют ноги но не все Параджановы я думаю я думаю не многие ааа бинго ну как а татуировки кто делает я думаю во-первых это не многие а во-вторых во-вторых этот мир кстати мир татуировок судя по отдаленным доносящимся не то что мы видим сейчас там звезды это колокола так как когда этот был мир огромен в семидесятые годы когда он выплыл на побережье то там были фантастические фантастические фантастическая художественная культура и не только голые женщины ну в смысле голые женщины это же и тициана но ну не церкви со звездами а там был целый мир художественный который исчез потому что это никто не зафиксировал нет он не исчез вот есть альбомы музеи но я имел ввиду другое когда я говорю что мы живем в стране мистификации в стране симулякри у которой просто оригинал не существует я имел ввиду что мы живем в тюрьме отсутствие свободы не уничтожает конечно искусство но видите Бороджанов все-таки был один и я вообще живу ну как поскольку я на пресне даже ближе вас в центру то я ближе к антиискусству потому что у меня по одну сторону значит галереи Царитейля вот ровно под окном это монезер да выложение коррозии пролетариата вот да ну неплохая скульптура кстати она отличная очень неплохая дальше идет типовой памятник Ленину монумент у входа 905 года мне кажется типичной 60-х годов но главное в другом даже если сюда поставить статую Давида само визуальное окружение ну представим себе что Мадонна Литта будет не в типовой такой первитажной художественной раме а что Мадонна Литта висит ну где она висит висит около пульта управления ядерным оружием вот среди всяких рычажков она кстати я думаю там и висит я думаю что и нам не интересуются одетыми женщины надо посмотреть вот все таки очень важен контекст искусство умирает когда умирает контекст со стороны не поздно умрет Рафаэль и Никеланджело и когда мы смотрим искусство когда мы в нем участвуем мы производим процесс воскрешения отчасти это то что называется идеологичность искусства идеологичность жизни коммуникативность сотворчество но конечно это не совсем сотворчество потому что если мне на Моно Лизу я не творец я потребитель но я могу стать производителем но конечно в этом и состоит смысл искусство это часть огромной цепной реакции которая называется жизнью и у человека в этом смысле две задачи замыкать на себе антиискусство типа целитами вот и пропускать сквозь себя искусство типа Рафаэля или Павла Широва значит отец Яков без подколок будьте добры скажите мне пожалуйста вы говорили что вы путешествовали смотрели то есть простите конечно с подколками я сам буду вас подкалывать значит я хотел спросить вот какое художественное произведение которое вы видели в живую и именно в музеях за границей произвело на вас самое сильное впечатление одно я не скажу что самое сильное неожиданно сильное это было гения мы прошли там всю классическую часть я прямо пока все это скажу хотя мне кажется что она не очень это любит но она терпит ради меня а потом мы пошли в новый отсек в отсек нового искусства там как раз была экспозиция по пусть сирает был процесс в разгаре они выражали солидарность в общем это было довольно скучно но там мы поролись на как раз Франсиса Бекона очень похожего на Владимира Львича и вдруг совершенно неожиданно внизу на первом этаже был я сейчас пожалуй не трудно скажу мандриан мандриан это было огромное полотно 5 метров на 6 изображающее американскую домохозяйку на типичной американской кухне в таких тонах пинк и бордо совершенно безумных ну то есть вот действительно казалось бы пинющая бескусица то что я сто раз видел в репродукциях и говорил какая дрянь и вот тут в оригинале меня пробило потому что я понял что это искусство я до сих пор не я забыл этого художника это конечно не мандриан сейчас я забыл абстракционизм был ну который банки рисовал тот же самый нет банки рисовал Энди Орхол это был не Орхол да 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 я знаю этот американский ну если бы нас у меня были ученики нормальные они бы сейчас написали это был тот то но у меня вылетел из головы это американский этот да но кстати Орхол там тоже висел в этом зале и у меня тоже поразило вот ну в этом смысле я скажу да потому что это было все очень хорошее время сейчас даже в Пушкинске не то дорого пойти вот но вот когда была выставка ну опять же наверное из всех музеев выставок которые были в Пушкинском когда не ты едешь а к тебе едут и все-таки вот то что вот все впечатления пройдут и там пиранезы были великолепны и все и меня застрял были разочарования перед рукой элиты я просто понял что это ужасно вот но Тернер буя и там вот это вот просто значит облак облако света вот на самом деле Тернер это живопись прямо да это живопись это да это вот ну даже не скажу что живопись а это вот как черный квадрат только более понятный вот не отец Яков да ваше определение мне симпатичны Тернер да потрясающе конечно вот потом я прямо скажу вот когда последние годы появился широкополосный интернат и музей начинается пробовать свои работы качественно но вот я захожу в голландский Рикс музей амстердамский и там беру гравюру рембрандта и ее можно увеличить как как слупы отец Яков но это а как это корреспондируется с вашими словами увидеть собственными глазами ведь совершенно другое когда ты идешь в графический кабинет пушкинского музея и берешь гравюру дюрера и держишь ее в руках вот странность ну вот мы с вами были у Сергея Ивановича и там держишь вот гравюру рембрандта она такая хрупкая беззащитная как в сказке сказок это украденный листочек вот и трогательная а когда на сайте Рикс музеев смотришь у нее же в сущности в микроскоп и это просто другое произведение значит ну во-первых я слеповат уже вот и когда ты выхватываешь там Рембрандт снять из креста и вдруг вот две тянущие три руки которые вступают в делу вот рука человека который снимает рука умершего и рука человека снизу который тянет к верху ко Христу и там вот Рембрандт ее единственную дает белую то есть пятно света и ты потом у Рембрандта не очень я всегда не очень ценю масло вот потому что в Эрмитаже там портрет старухи матери видимо это гениальная вещь возвращение блудного сына менее гениальное снятие с креста ну просто я бы сказал ужасно зеленое лицо снятие вот а на гравюре вот это вот перекличка рук и ты понимаешь что ты вот где-то действительно у истока в жизни оно же и финал то есть мы начинаем с этим заканчиваться это очень странно ощущение отец Яков а вам не кажется что просто компьютер задавая рамку вашему зрению помогает просто вам сконцентрироваться ведь просто вы смотря в живую вынуждены были бы сами что-то как-то организовывать свое зрение а здесь за счет увеличения и просто размера экрана вы смотрите и соответственно это вам позволяет облегчить ну как бы восприятие и придумать себе то что вы увидели может быть но я думаю что компьютер здесь второстепенно его выбирает я сам кадриваю вот иногда я это делаю довольно долго как с тем же но в смысле вы сами кадрируете но все равно при увеличении вы автоматически получаете кадр нет я делаю ползунок и передвигаю я меняю масштаб я меняю границы я боюсь что в этом смысле любой художник делает нечто в этом же роте то есть вы ну вы являетесь таким глазом мироздания которым оно само себя разглядывает увеличивает ну как вот есть зеркало он у меня стоит одна сторона нормальная другая увеличительное зеркало и искусство это как раз вот увеличительное зеркало то есть оно настолько меняет контекст моей жизни вот почему возможен китч китчевое паршивое искусство это как метадон или какой-нибудь тяжелый наркотик который создает иллюзию счастья устойчивости стабильности безопасности а потом приходит Павел Шевелё с картинами с процессом и хочет взорвать эту иллюзию правильно делаете вот искусство может не взорвать ну китч через какое-то время китч становится искусством если он настоящий китч безудержный это там тоже как бы искусство и от него невозможно оторваться если там ты слоников найдешь через тысячу лет то это уже вот я решительно не соглашусь здесь все-таки искусство образа ничем не отличается от искусства слова плохой роман останется плохим романом через две тысячи лет и Патина не придает глубшего вкуса какую-нибудь античную порнографию она остается порнографией вот в пещере в ласках пещерах неабита знаменитых испанских и французских на одной и той же стене можно встретить настоящее искусство вот но значительно больше там халтура вот понятно что это разные художники то есть художники все это художники и там это все тесно соседствует и халтурная живопись она может быть даже подражает настоящим она остается китчем вот если вдруг китч начинает восприниматься как искусство значит мы не сразу поняли прорывы которые совершил художник вот с точки зрения ну скажем там державина у Кушкина довольно много китч только 18 века вот они не сразу поняли что это не китч а действительно какой-то шаппир вот но китч как искусство вдохновляемое антидухом вдохновляемое страхом и ну я скажу так китч это терапия арт-терапия фрэнсис Бекон никогда не будет арт-терапией в этом смысле ну не знаю для меня будет для меня будет терапия именно то есть я испытываю подъем так может быть так он вас взрывает и подымает а китч вас поглаживает и превращает в котенка вот зачем это надо вот ну я не знаю параджанов не китч это понятно но параджанов комбинирует китч и китч в его комбинации перестает быть китчем ну вот именно что параджанов так это китч но одновременно он становится выше китча и соответственно ну вот я имею ввиду что кошечки там например какие-то они вполне могут стать могут быть потрясающими произведениями искусства которые делались как вот на рынок там пятидесятых годов вот эти кошки копилки но они могут дойти до уровня кошек египетских анубис этого но вот как сказать у меня есть друзья знакомые кума тяги моего сына у нее художественный дар у них есть художественный дар там один из дедушек был довольно известный архитектор языкович двадцатых годов конструктивист его дочка недавно умершая в очень подпределённом возрасте прекрасная была художник вот а у кумы у нее способность она нарисует тоже ну вот дайте мне десять предметов я их поставлю коряба я это знаю я никогда не снимаю натюрморт вот а она так поставит вилку стаканчик кувшин что это будет великолепный натюрморт она их не нарисует так же но она их поставит а искусство китчи это антиискусство потому что оно так ставит вещи что они становятся уродливыми и это уродство как раз и необходимо человеку как лагерное искусство искусство надзирателей вот современное российское искусство это основное искусство для надзирателей очень специфическое я лучше знаю искусство зэков потому что отец-то сидел но я музыки многие зарабатывали тем что делал неконадзирателей и ужасы я бы сказал да это все отдельно тема художественная еще тоже совершенно неосознанно а интересно как вы относитесь к тем произведениям искусства современные которые как бы далеки от моих интересов самому вот некое там пластические решают другие задачи и принадлежу другой как бы школе но совершенно ясно для меня что группа война вот этим поднимающимися мостом с надписью павленский который зажег двери фсб и девочки которые спели в этом храме христа спасителя ну для меня это настоящее искусство а как для вас это интересно ну во первых я протестую против слова девочки которая часто употреблялась в связи с толоконниками и носила очень оскорбительный характер это совершенно взрослые люди умные спасибо большое я имел ввиду как конечно как просто девочки как в смысле мои девочки как сверстницы мои я не знаю просто с Алёхиной я познакомился лично она оказалась еще и такой античной красавицей вот и потом они редкий пример людей которые после концлагеря не вытеснили происшедшие из памяти а наоборот стали заниматься помощью заключенным это вообще в ножки поклониться нет еще извините я просто вдруг кто-то вообще насмотрится девочки это как ну вот те кто в ашамском восстании в гетто воевал то есть вот это мне ничего себе девочки мальчики да 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 я это имею ввиду что ну просто я старый старичок там 20 то есть 45-летний а это 20-летние там девочки в смысле мои девочки то есть это как я ну ладно хорошо но так или иначе как к искусству я к этому отношусь с некоторым скепсисом и вот почему потому что искусство это часть огромной пирамиды человеческой жизни и вершина из низа она довольно плохо стоит за постера это не скажу но как бы сказать я однажды видел это было в Питере выставка была в Константиновском дворце нет в каком-то крыле русского музея вот называлась это игла это очень известная женщина она стоит посреди шумных улиц разных городов мира и из-за ее затылка мы смотрим на жизнь этих улиц впечатление очень сильное именно потому что есть ее затылок как некоторая лиха вот и под этим чувствуется потому как как выбрана улица потому как идет кадр сколько он идет и так далее чувствуется нечто что она не может высказать иначе в том поджоге двери ПСБ я чувствую не то что человек хочет сказать нечто чего он не может сказать а что чувствую что человеку нечего сказать и что он извините за грубое слово человек не знаю я надеюсь что он сейчас на свободе не 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 знаю я верю в гуманизм французского правосудия короче есть грань между китчем и искусством а есть грань между конъюнктурой и жизнью и в сувриске прошу прощения это очень рискованное дело потому что понижен парьер против конъюнктуры легко фальсифицируется Рафаэля трудно фальсифицировать а какой-нибудь перформанс фальсифицировать легко я пишу одно от другого намного труднее я чуть-чуть вас поставлю на паузу но я не соглашусь потому что сделать со своим образом то что сделал Павленский то есть он выглядит совершенно определенным образом и это рукотворное действие то есть то что он сделал со своим образом выбрать время подойти зажечь двери ФСБ облив ее это и встать и создав вот эту всю мизансцену это ну это неповторимо как же неповторимо Пав ну как же неповторимо когда он это повторил в подержи нет ну там совершенно нет в двери ФСБ Лубянка это ад ну хорошо а Парижский банк тоже ад нет это дальше его это другое произведение искусство это совершенно мы это сейчас не обсуждаем мы говорим про вот это конкретное потому что каждое произведение искусства оно одно оно в себе заключается как бы все там что он делает как он относится к женщинам там к собачкам там и так далее совершенно не имеет отношения а есть вот вот этот мост который поднимается который в Ленинграде я смотрел на эти мосты и почему это не я придумал напротив КГБ написать на этом на мосту да эрикированный мост мне тоже очень понравился ну это обалденно просто обалденно неплохо но я вам скажу так в 70-80-е годы вот я работал в библиотеке в музее в архиве и мы делали какие-то стенгазеты КВН капустники какой был основной юмор в эти годы каламбур каламбур сатира и так далее пришла относительная но свобода слова и каламбуры кончились каламбур это юмор несвободного человека и то что делает Павленский да даже и группа война во всем этом это эстетика не очень свободных людей это эстетика не движение за свободу а движение против рабства это качественные разные штуки и в этом смысле я бы все-таки хотел чего-то большего потому что ну то есть это такой Навальный в искусстве вот а мне хочется чего-то адекватного академику Сахарова в искусстве то есть чего-то другого вот ну вот Фрэнсис Бекон это академик Сахаров в искусстве ну так давайте расшифруйте да я не вижу ничего связанного с Сахаровым вот Фрэнсис Бекон для меня там совершенно найденное пространство новое пространство пространство с движением пространство с мазком для меня это там тема даже гомосексуализма и там одиночество меня меньше волнует чем создание определенного вот этого кубика с с кроватью круглой или со столом или там с движущимися людьми с мазком который прижат другим мазком то есть как это соотносится с Сахаровым расскажите я объясняю наверху на гомосексуальность римских пап которого так часто рисовал Бекон мы с негодованием отвергаем абсолютно да но я вижу что вы не очень знаете очень близко знакомы собственно с работами Сахарова дело в том что та работа которая его больше всего прославила над термоядерной бомбой и вообще над ядерной бомбой надо видеть его собственно чертежи эскизы потому что все над чем они бились это как раз вопрос пространственного размещения в этом смысле у Сахарова как у Гартендика как я думаю многих великих математиков и физиков я сказал что математики не идентическое мышление но я беру слова назад потому что ну физики скорее но сейчас это одно и то же потому что вот этот вот вопрос как расположить в объеме бомбы разные компоненты собственно это все чем занимались физики ядерщики это техническая проблема но это же визуально пространственная проблема и он в каком-то смысле был гений потому что он выходил за стереотип он взрывал стереотип и у него получалось что-то вроде бутылки бутылки ровших господи кляйна вот то есть у него четырехмерное мышление и хотя он в теорофизике не сделал всего что мог бы уйдя в политику но тем не менее насколько я понимаю в принципе современная физика она как раз и в этом смысле видит творение мира не как большой взрыв это очень примитивный художественный образ современная физика видит чудо бытия как раз как такой вот ворочий вещественный ком не очень понятной пустота которая становится объемом объем может позволить себе быть пустым объем не имеет про объем нельзя сказать что он конечный или бесконечный тем самым снимается вот это вот старая схоластическая проблематика атеизма вот мир конечный или бесконечный вот это объемность то есть мы воспринимаем мир через другие характеристики и в этом смысле Сахаров который был выдающийся гитаросексуал вполне адекватен Фрэнсису Бэггану потому что они оба пространственники вот он сделал ровно то же что Бэгган сделал в рамках полотна когда вот он производил то что вы описываете перекручивал объем перекручивал линии вот создавал нечто что тебя втягивает как открытая крестовина ванна значит в себя очень интересно отец Яков скажите пожалуйста а сами вы рисовали когда-нибудь рисуете ли вы пишете ли картины рисуете ли когда говорите по телефону на бумажке или нет вот ваш портрет я нарисовал вот я даже показывал вот могу еще раз показать я где это можно посмотреть спасибо подпишите и вышлите письмом я вам страшно за свои портреты вот я серьезно считаю что похож а я считаю что не пойду еще раз покажите мне как-то сейчас я тут выше 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 и дальше надо чуть чуть дальше чуть чуть стоп так работаем с бровями все спасибо спасибо у вас именно такие брови все правильно вот такой вот я все время вот такой да теперь как у Владимирской иконы вот меня не очень нас учили рисовать но подозреваю что плохо то есть я плохо я в общем не рисую естественно вот и кстати у нас в семье вообще этого нет вообще нет вот но у меня очень хорошо рисует внучка в числе учителей которые были вот и она сейчас вообще рисует высококлассно если вы в инстаграмм зайдете увидите вот а я вот ограничиваюсь фотографией а что для вас фотография фотография для меня удовольствие ну как как и все наверное но например что для вас фотография как конечный продукт или это процесс ну я скажу я не могу назвать себя фотографом по одной простой причине то есть всякие добрые люди там не говорили о надо сделать выставку и так далее но во-первых меня жаба душит я пардон человек прагматичный что всякая деятельность должна приносить доходы а сделать выставку это сложный расход во-вторых я все-таки слишком хорошо знаю фотографию как искусство и понимаю свое место оно очень скромное архаичное я человек ну в общем как бы скорее 19 века вот и я люблю классическую такую многофигурную спокойную фотографию а портреты я делаю такие что люди жалуются что они себя не узнают потому что я делаю портреты ну типа тех что висели в советских парикмахерских я думаю вплоть до перестройки то есть вот красивые алые бруса вдохновенное лицо мне нравится видеть людей такие вот но в целом для меня фотография это иллюстрация к моим собственным текстам вот я не думаю что это очень хорошо но вот уж так то есть не тексты иллюстрируют фотографии а наоборот я думаю что это немножечко нехорошо в отношении к искусству но вот уж так отец Яков огромное спасибо я не знаю сколько времени но у меня внутренний таймер говорит что сейчас должно быть близко к 13.00 мы с 5 минут все брали да я хочу вас поблагодарить за эту встречу все спасибо вам за хорошие вопросы вот я надеюсь что меня было слышно ну мы посмотрим я передам вам если будет какая-то реакция у зрителей нас смотрели постоянно кто-то подключаясь но да посмотрим будет ли реакция окей с Богом Христос Воскресе скорейшего окончания всего этого безобразия и вам тоже ура спасибо большое счастливо спасибо 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 спасибо